Я на прошлой неделе, когда перебирал свои записи, я наткнулся на одно стихотворение, которое написал довольно давно, около шести лет назад написал. Даже не около, а точно шесть лет назад написал. И я вам прочитаю. В детских рисунках, где солнце и море, счастье бежит не касаясь земли, а за окном зимний холод и горе. Холод остался, а дети ушли. Раньше казалось, коль станет непросто или внезапно столкнешься с бедой, нужно позвать, чтобы пришел кто-то взрослый, он принесет доброту и покой. Только потом видим те же ненастья. В мире больших снова правда вдали. В комнате бедной задушено счастье, там лишь рисунки, а дети ушли. Матери взгляд был прощальный и скорбный. Двери взломав, ничего не нашли. В красочный мир, справедливый и добрый, мы здесь остались, а дети ушли. И эти строки я написал после того, как просматривая новостную ленту в интернете 6 лет назад наткнулся на одну новость, которая произошла у нас на Урале, в Челябинске, когда 33-летняя женщина снимала комнату в коммунальной квартире, особо как бы соседи говорили ни с кем, не общалась, не знакомилась, была не слишком разговорчивой, но все ее характеризовали как ту, которая была вежлива, здоровалась со всеми. В общем, была довольно приятной женщиной. И вот однажды, когда хозяйка дома, хозяйка этой комнаты, точнее, пришла за деньгами в конце месяца, дверь в комнату оказалась запертой, на штук никто не отозвался, решили взломать дверь. Когда взломали дверь, попали в эту комнатку, то увидели страшную картину, на диване лежали задушенные два мертвых ребенка и мать, которая повесилась в этой комнате. В предсмертной записке было написано, написаны такие слова, «Мы сами ушли, родственников нет, простите, очень тяжело, когда помочь некому». И там также вместе с запиской было несколько квитанций из ломбарда, то есть видно, чтобы как-то прожить, эта женщина сдавала свои вещи, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Милиция нашла там еще пачку каких-то свеженапечатанных объявлений, то есть, видимо, эта женщина пыталась как-то зарабатывать, расклеивая объявления, но денег, тем не менее, все равно им не хватило. Соседи говорили, что мать этих ребят вроде бы никогда не ругалась, не видели, чтобы она как-то била своих детей. И такое ощущение было, что просто она взяла детей, причем дети не сопротивлялись, не было никаких следов насилия. Сначала задушила детей, а потом умерла сама. И комментарий я читал одного из главного врача психиатрической больницы Челябинска, который сказал, что в ней он не видит какие-то следы психической болезни. Скорее всего, сказал главврач, она дошла до полного отчаяния, которое усугубилось депрессией, что и привело к этому кошмару. И когда я смотрел на эту статью, знаете, особенно так вот удивительно, когда смотришь о том, как женщина, доведенная до отчаяния, я не хочу оправдывать ее действия, я просто хочу показать, чтобы мы поняли, легко судить, но доведенное до отчаяния сделало это безумие. И порой мы, конечно, делаем безумные вещи, доведенные до отчаяния. Отчаяние безденежья, отчаяние нищеты. И вот читаешь эту заметку и смотришь вообще на всю эту интернет-страницу, где, смотрите, рядом рекламируется какая-то новая модель Мерседеса под 3 миллиона рублей, выгодное предложение. С другой стороны этой заметки еще одна реклама какой-то финансовой компании, как распорядиться деньгами. И вот между, как бы смотрите, вот между этими двумя такими объявлениями это страшная информация, страшная информация о событии, произошедшем в Челябинске. Сегодня февраль, и у нас буквально вот скоро будет день всех влюбленных. И мы, когда сидели со служителями, то сказали пастор, говорит, может, в это воскресенье поговорим о любви? Я думаю, да, надо говорить о любви, потому что прекрасная возможность день всем влюбленных. Я стал там шутить, расскажу всем житие Валентина Святого и прочее. Но когда я готовился к этому собранию, то я понял, что да, я хотел бы говорить о любви, но не о любви в виде там, знаете, романтики или там каких-то таких сказочной жизни, а о любви реальной, где, может быть, нет каких-то эмоциональных подъемов, романтических каких-то чувств, где есть просто горе. И вы знаете, когда вот читаешь такую статью, я вот сидел и думал, думаю, Господи, я же тут вот в принципе был от их не так далеко. Думаешь, вот сел бы в машину, проехал эти 200 километров до Челябинска, привез просто еды, трое человек бы жил, если бы знал. Иногда, когда вот узнаешь про эти события, я всегда начинаю думать, а что бы я мог сделать, и почему я это не сделал. Как, помните, может быть, в финале фильма «Список Шиндлера», когда уже все освобождение, и уже освободили концлагеря, и выходят вот выжившие, и в том числе выжившие благодаря деятельности этого Шиндлера самого, да, а он ходит между людьми и говорит, у меня же вот еще вот есть золотой значок нацистской партии, если бы я его продал, это же еще несколько человек. А вот у меня там еще автомобиль, зачем мне такой автомобиль, я бы его продал, и еще бы спас несколько человек. Думаешь, а что бы я мог сделать? И здесь любовь не в плане вот этой эмоциональной романтики, а в плане того, сколько вокруг нас несчастий, сколько вокруг нас горя, и как порой мы стараемся очень усиленно все это вокруг не замечать, помечая любовь только в сферу каких-то вот таких муси-пуси, вот таких романтических отношений, не понимая, что любовь-то это как раз и есть открытые глаза на боль других, на несчастье других, на страдания других, на страдания других людей. Когда ты спрашиваешь, а что бы я мог сделать? Потому что, вы знаете, это же ужасающая статистика, что сегодня в мире людей, которые болеют, страдают из-за переедания, намного больше, чем тех, кто умирают от голода. Намного больше людей, у которых избыток всего, что уже им идет во вред, чем тем, у кого недостаток. Казалось бы, ну Бог же дал на всех, почему же где-то густо, где-то пусто, почему-то где-то у кого-то болезни за переедание, а у кого-то детей накормить нечего, и он в отчаянии, в отчаянии делает безумные вещи. И, конечно, вы понимаете, этими вопросами можно задаваться долго и думать, но есть большая беда, когда наша любовь уходит просто в такую сентиментальность. Когда ты читаешь вот подобные статьи и думаешь, ну да, как же бедные, несчастные, как же мне их жалко всех. Вот просто сентиментальность, потому что ты уже в этом случае ничего поделать не можешь. Но важно, чтобы наша любовь уходила не в сентименты и не просто в эмоции, а в конкретные дела, потому что эти дети ушли. Но сегодня вокруг нас не меньше людей, которые вот сегодня нуждаются в реальных делах любви. А мы бывают настолько закрыты. Наша любовь – это Святой Валентин, это Муси-Пуси, это вот так вот все. И мы не видим нужды людей, мы не видим горе людей, мы не видим боль людей. А ведь это и есть то, где как раз и необходимо жизненно, как вот в данном случае, необходимо проявление любви. И тут, конечно, я думаю, мы должны с вами прочитать историю из Евангелия от Луки, известную, наверное, одна из самых знаменитых евангельских историй. Но я бы очень хотел, чтобы Дух Святой сегодня коснулся нас, и мы по-новому посмотрели на эту древнюю историю. Это Евангелие от Луки, 10-я голова, 25-й стих. Вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я думаю, что из пришедших здесь практически каждого интересует этот вопрос, иначе нас бы здесь не было. Если бы мы жили только внешним двором, о котором сегодня Диана рассказывала, мы бы пошли сегодня в магазин, мы бы, может быть, поехали в торговый центр, с утра там поменьше людей, еще так как бы спят в воскресенье утром, но мы пришли сюда, в церковь, встали, приехали в церковь, почему? Нас интересуют вопросы о вечности. И, как правило, когда мы думаем о вечности, о вечной жизни, вот о полноте духовной жизни, ну, тут молитвы важны, как-то дух, ну, много чего у нас тут для христиан необходимо. Но, смотрите, что Иисус отвечает. Иисус сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» То есть, как бы, любить-то мы все готовы и можем непонятно кого. На это Иисус сказал, вот кого. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его и два живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и львит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем и, если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. И вот Иисус после этой истории задает вопрос, кто из этих троих священник, львит и самарянин? Кто из этих троих думаешь, ты был ближнему, был ближний, попавшемуся разбойником? Он сказал ему, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. если мы не знаем ситуацию того времени, очень трудно до конца эту притчу понять. Почему? Потому что взаимоотношения между Иудеей и Самарией были непростыми. Вначале было единое государство Израиль. Пока, это было где-то за тысячу лет до Рождества Христова, после смерти царя Соломона, его слуга Соломонов Иераваам не поднял бунт, не поднял мятеж, что привело к расколу в израильском государстве. И десять колен, то есть большая часть, поддержали мятежника Иераваама. И таким образом возникло государство, возникло вот то, что называется Израиль, но столица этого Израиля, северного государства, была в Самарии. Два колена оставшиеся, Иуда и Вениамин, поддержали сына Соломона, Раваама. И таким образом возникла Иудея, у которой была прежняя столица в Иерусалиме. И вот разделение. Север Израиль, юг Иудея. Постепенно эти народы стали жить уже своими жизнями. Эти два некогда единые, а теперь два отдельных государства. И 700 лет до Христа Ассирия завоевала Северное царство Израиль. И там произошла ассимиляция. И между Иудеей и Израилем, между Южным и Северными царствами все больше и больше возникали несогласованности какие-то, противоречия. И в конце концов это привело к вражде. Когда они друг друга считали еретиками, друг друга считали отступниками и враждовали друг другу. И поэтому иудеи с самарянами практически не общались. Вы знаете, это, к сожалению, большая беда, когда вот живущие как раз рядом и очень близкие друг к другу, хуже всего друг от друга думают и относятся. И, к сожалению, в наше время мы наблюдаем подобные вещи часто. Вот это противоречие, поговоришь с одними прав, поговоришь с другими прав, все правы, а любви не увеличиваются. Все правы, а зла все больше и больше. И поэтому, когда правоверный иудей шел из Иерусалима, а чтобы идти из Иерусалима, особенно там в Галилею, неизбежно нужно было проходить через Самарию. Ну, путь шел через Самарию. Иудеи бы не хотели ходить через Самарию, чтобы не видеть этих отступников самаритян. Ну, ну, никак. Проходил, приходилось идти через Самарию. Вот человек шел из Иерусалима, а для чего ходили в Иерусалим? Прежде всего для религиозного служения в храме. То есть, мы можем сделать вывод, что он возвращался после принесения жертв в храме, после молитв, после служения Господу, может быть, он шел такой на подъеме, радостный шел, вот он сделал, что должен, послужил, и очень часто после того, как мы какие-то переживаем благословения, с нами случаются всевозможные испытания. Что и произошло с этим иудеем, который шел из Иерусалима. Его ограбили, избили, и вот он, искалеченный, без всяких средств, оказался на обочине дороги. Дальше Иисус показывает, что мимо этого израненного проходили разные люди, и особо Иисус выделил близких ему по вере священника и левита, ну можно доказать проповедника и члена группы прославления, те, кто непосредственно занимался священнодействием, богослужением в храме. Вот они проходят мир. И я думаю, вы понимаете, что когда ты видишь человека, который в грязи валяется на обочине, я не знаю почему, но самая первая мысль, которая приходит в голову, какая? Допился. Самая первая мысль. Допился. я помню некоторое время назад со мной такой случай неприятный очень произошел, я помню как-то тоже ехал на машине и ты была со мной, да, Диана? Мы ехали на машине и вдруг я увидел, как в сугроб вбровилась машина какая-то, там такой мужчина был, вот, и мы проехали и я говорю, от, допился. и мне супруга говорит, послушай, а может быть нужно было остановиться, вдруг у него сердце прихватило, ему помощь нужна была, а мы так пролетели мимо, вот, я так ехал, говорит, какой, ты же видишь, он там, видно по нему, а потом я понял, что часто люди в состоянии шока, они же могут выглядеть как пьяные, да, когда что-то произошло, но, но почему-то первая мысль у нас плохая, когда мы не знаем, вот, где-то из нашей плоти приходит, как бы, и по делам, допился, вот, вот, такую жизнь я думаю, что легко нам сегодня судить вот того священника и того левита, когда мы знаем всю историю, каким хорошим человеком был этот израненный иудей, но, если бы мы оказались на их месте, ну, какая вероятность, чтобы мы сделали так же, да, огромная, огромная, и не потому, что мы злые, а потому, что вот так вот мы все устроены, мы проходим мимо чужой беды, чужого несчастья, и даем оценку этому, вот это случилось потому-то, вот не надо было грешить, не надо было пить, не надо было там наркоманить, не надо было вот еще что-то делать, вот беды бы и не было, беды бы и не было. Мы больше эксперты в проблемах, чем помощники в проблемах. Мы чаще готовы дать оценку ситуации, потому что от нас этого ничего не требует. чем принять какое-то участие в разрешении проблемы, в разрешении ситуации. И я, когда вот сталкиваюсь с такими историями, думаю, Господи, а когда я-то прошел мимо, я вынужден признать, что таких страниц у меня немало, позорных. Когда я проходил и не замечал, не замечал ничего этого. поэтому в этом священнике и в этом левите мы должны обвинять не каких-то, а вот они такие, ты себя в этом увидь, себя в этом увидь, в этом священнике, левите, которые просто прошли мимо. Вы знаете, когда мы участвуем в служении, когда у нас в церкви проходят разные конференции, когда к нам приезжают гости, сколько прекрасных слов я услышал в прошлое воскресенье, когда люди говорили, Виктор, спасибо, что снова Карл Густав к нам приехал, да, вот когда приходит какое-то вдохновение, наполнение, Бог коснется, и ты готов на крыльях летать, да, и бывают состояния, у меня почему-то они особенно после наших ночных молитвенных собраний, когда ты готов просто вот со всеми обниматься, да, такое состояние, ты просто вот один голимый дух, плоти не осталось просто, ты готов вот всех обнять, как здорово, Бог великий, Его любовь велика, и все, мы иногда переживаем такое, когда Бог коснется, или пробовать особенно просто тебе в сердце упадет, и ты думаешь, вау, Господь, все-таки ты есть, и ты сидишь, думаешь, как вот прям, вот у меня была проблема, Бог коснулся, и у тебя прям аж все тает внутри, или иногда ты чувствуешь прикосновение, когда вот слезы, вот иногда бывает, вот Божье присутствие, у тебя невольно начинают слезы бежать, да, переживали какие-то вещи, да, вот в таких состояниях, ты готов, казалось бы, да я, я не знаю, всем нуждающимся помогу, там, всем бомжам одежду дам, всех бабушек через дорогу переведу, я все сделаю, вот такое состояние, помните, когда написано, Саул был в сонме пророков, вот злой, эгоистичный царь, Саул был в сонме пророков, Дух Божий сходил на него, и он начинал пророчествовать, и написано, и становился иным человеком, часто вот Божье присутствие нас наполняет, и мы иные, вот улыбаешься, радостный, такой вот тут весь, и мы иногда думаем, вот оно, вот оно, вот оно, но Бог нам это дает, не чтобы мы порадовались в конце проповеди, не чтобы мы просто пережили эмоциональное вдохновение, Бог нам это дает, чтобы мы это взяли в нашу обычную жизнь, в нашу повседневность, в наш понедельник взяли, так важно, чтобы вот это воскресное наполнение ты взял с собой в понедельник, сохранил его во вторник, пронес его через среду, не забыл о нем в четверг, жил им в пятницу, понимаете, всю неделю, чтобы ты пребывал, потому что порой мы встаем в понедельник, а уже все, уже прославление не поет, хор в своих белых этих одеяниях, ангельских тут не пляшет, Игорь Порощук с Виталием Владимиром не дудят тебе, Аркадий не играет, вот нет вот этого такого, вау, 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 а ты настаешь, и вот этот тупой, надоедший будильника звук, не знаю какого, вот у меня он такой, пипи, 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 и думаешь, на работу, и вообще, тут уже вот эти эмоции, они так оставлялись, естудей, помазание осталось, естудей, благословения все остались, естудей, а тудей, вот, хмуро все и серо. И вот в этот день ты сталкиваешься с массой совершенно обычных бытовых ситуаций, без хора, без пастырского вдохновляющего слова, без рассказов, кто там какие откровения по Библии получил, когда читал по плану, ты вот просто остаешься с проблемой, и вот тут ты как раз такой, какой есть на самом деле. Потому что, когда сон пророков уходил, Саул оставался прежним, злым, завистливым, агрессивным и мстительным. Уходило это. Помазание. И вот тут ты есть настоящий. Сейчас ты не настоящий. Ты намного лучше, чем ты есть. Посмотри на ближнего сейчас. Скажи, ты лучше сейчас, чем ты есть. Ты ведь намного хуже. Чего прикидываешься? Такой радостный, улыбаешься, сидишь смирный. Чего ты вчера делал? С женой, может, кто-то поругался, кто-то, может, там что-то сделал плохое, а? Мы же не знаем, чем вчера ты, грешник, занимался. А здесь такой хороший, красивый. Но эти два часа проходят. И очень быстро. Зачем же нам Бог дает? Два часа поиграть? Два часа побыть хорошими? Два часа построить из себя христиан? Два часа расчувствоваться про интересные, такие душесчипательные истории пастырские? Зачем нам Бог дает? Какой смысл этого? Вот принять причастие и все, жить своей жизнью, что ли? Это же и есть религия. Два часа сыграть из себя верующего. Изобразить. Побыть христианином два часа. А потом жить своей жизнью. Потому что, когда мы смотрим, мы видим, да, вокруг нас куча, знаете, ты бы и хотел помочь, да людей подходящих нет. Все же какие-то гадкие, и все страдают часто из-за себя же самого, правильно? Понятно, почему страдает вот этот, но он верит не совсем так. Вы же с ним вчера разговаривали, ты ему все объяснил, как надо в Бога верить, что нужно поклоняться. Вы Русалиме, а не на этой Самарянской горе. А он вот тебя не слушал. Он долдонил свое, что Бог слышит именно на этой горе, а Русалим это вчерашний день, и там уже пробуждения нет. А вот на этой Самарянской горе, там, ого как. Вот, ну, геретик, что с него взять? Правильно? И вот все, и спорили. И когда ты видишь, что этот человек лежит изранен, ты думаешь, ну и по делам. Вот если бы вчера он меня послушал и принял мою точку зрения, вот сегодня, скорее всего, так бы с ним не было. А так вот отвечает за свои грехи. Это у людей есть в плоти. Как помните, подошедшие к Иисусу, увидев слепого, они говорили, кто грешил, он или родители его? Нам нужно знать причину. Это же так просто не может быть. Мы большие эксперты в несчастьях. Почему они происходят? Как они происходят? Вот только когда с нами происходит, мы ничего понять не можем. Вот тут это просто все нелогично. А когда происходит у соседа, это по всем законам воздаяния. Что посеял, то пожал. Это же всем понятно. И поэтому мы проходим мимо них. Мы возвращаемся в свой обычное состояние. Сон пророков остается в воскресенье и до воскресенья. А тут просто серый быт. И тут, извините, хотел бы любить, да некого. У всех какие-то минусы. У всех какие-то недостатки. У всех какие-то сложности свои. Потому и прошли мимо. Потому мы и проходим мимо. Проходим мимо. И не случайно Иисус вот именно выбрал, что остановился около этого избитого, ограбленного иудея. Именно самарянин. Его враг с другой верой. Со своими какими-то богословскими особенностями. В общем, короче, совершенно неподходящий для любви человек. Но только он, остановившись, позаботился об избитом, израненном. Позаботился. Я помню однажды, когда я читал эту историю, я подумал, когда мне плохо, я хотел бы, чтобы рядом со мной были не правильные такие люди, а добрые. К сожалению, в христианстве очень много правильных людей. Они очень правильные. Они все знают, как правильно. Но не дай Бог, когда тебе плохо, они будут рядом. Потому что ко всем твоим проблемам ты получишь от правильных христиан еще учение, почему тебя, брат, это настигло. Точный анализ твоей греховной жизни и неизбежность данного результата. Все поймешь. Но когда тебе плохо, тебе нужно необъяснение. Знаете, очень часто вот в семье бывают проблемы, бывает там что-нибудь, ну как у жен бывает вот. А ты начинаешь ей объяснять. Ей ничего не на что бы ты объяснял. Ей на что бы ты ее просто пожалел. Ну так женщины устроены. Их надо жалеть, а не понимать. Вот. Их надо любить. А у меня, как у мужчины, очень часто бывает, надо ей объяснить. Ей надо все сказать. Ей вообще это не надо. Вообще не надо. Просто ей нужно немножечко любви. Понимаете? Немножечко любви. Я помню в свое время, меня очень удивила история, которая произошла в Лондоне. особенно по контрасту, что я понимаю, что в ближайшие сто лет в моем городе такого точно не может произойти. А в Лондоне произошло. Поздним вечером на темной пустынной улице Лондона на возвращающейся домой женщину напали хулиганы. Такое в нашем городе могло случиться. Особенно на Уралмаши. И Маше все это может произойти. Да? Оказавшись в плотном кольце молодых людей с надвинутыми на глаза капюшонами, эта велосипедистка впала в панику, по счастью появился велосипедист. Пожалуйста, помогите мне, закричала женщина. Велосипедист резко затормозил. Это оказался мэр Лондона Борис Джонсон. Он вырвал железную палку у этих молодых людей и припустил за разбегавшимися правонарушителями на своем велосипеде. Через несколько минут он вернулся к спасенной даме и проводил ее до самого дома. Интересная история, да? Но после того, как это все случилось, журналисты взяли интервью этой женщины и женщина рассказала, что на выборах мэра голосовала не за Бориса Джонсона, а за его соперника голосовала. Потому что ей не нравилась программа Бориса Джонсона. Но, уточнила она, если вы попадаете в тяжелую ситуацию, вам все равно. Поможет ли тебе тот, за кого ты голосовал? Главное, чтобы помог. Ты же не говоришь, меня избивают, и кто-то бежит на помощь. Ваши политические убеждения? Я за коммунистов. Уходите. Лучше смерть, чем ваша помощь. Тебе все равно. Тебе все равно. Так вот, вы знаете, мне иногда напоминает современный образ христианства вот такую историю, когда в мире огромное количество нужды. Нужды в одном, в любви. Потому что, если мы хотим, знаете, как некому, поразим этот мир какими-то своими музыкой, какими-то своими там... Да не поразим этот мир ничем. Это просто желание плоти всех удивить. Всего. Вау, какие вы крутые, оказывается. Мы тут про вас плохо думали, вы крутые. Да нет. Мы не сможем побить мир на их территории. Если то, что в мире вообще нет и не предвидится, это реальность его любви и божьей. Мы ее и должны являть этому миру. Являть этому миру. А ситуации не романтичные. Ситуации очень простые. Бытовые ситуации. Вот эта вот мать расклеивающая объявление. Да я убежден, если бы вы с этой матерью поговорили, вы бы нашли сотни ее личных ошибок. Почему она живет так плохо, как живет? Наверняка она там много, как мы говорим, накосячила, что-то там наделала, не подумала. Может, где-нибудь там не обдумав, какой-нибудь кредит в земла под безумные проценты. Куча историй. Я думаю, если бы мы с ним пообщались, мы бы увидели это, потому что на самом деле во многом мы сами виноваты в своих проблемах. И это правда. Но только когда нам плохо, нам же неправильные люди нужны. Нам добрые люди нужны. Нам не важно, какие его политические взгляды. А мы часто в церкви, мы друг с другом пытаемся разобраться. Мы что-то друг друга убеждаем. Мы ищем вот эту правильность. Я давно перестал искать правильность в этих доктринах. Я вижу правильность в любви. И мне кажется, Иисус именно об этом говорил. Нече тут разбирать богословие самарян. Нече разбирать, в чем там кто-то от кого-то отличается в Иерусалиме или на Горесии. Когда ты поклоняешься Богу в духе и в истине, ты наполняешься Его любовью и ты проявляешь Его любовь. В этом есть правда. В проявлении конкретной любви. И вот когда у нас сегодня вот этот грядет праздник, День всех влюбленных, вы знаете, самыми влюбленными же по идее должны быть христиане. Мы же должны быть самыми любящими людьми на этой земле, потому что мы с вами служим Господу, Который есть любовь. Так написано у Иоанна, да? Бог есть любовь. Посему Иоанн продолжает все и узнают, что вы ученики Иисуса, если вы будете, что? Правильнее всех верить. Лучше всех проповедовать. Самые верные всех верных доктрин провозглашать провозглашать в вашей церкви. Нет, если вы будете иметь что? Любовь. Вот так вот. И когда мы говорим о вере, сильной вере, мы забываем часто слова Евангелия, вера действует любовью. Чем сильнее вера, тем мощнее любовь должна быть. А у нас, чем сильнее вера, тем напряг больше. Сильная вера, прямо намечтал себе и напрягаешься, чтобы все получилось. Верующий, значит, стоит в вере, не сдается. Такой умер, не получив Мерседес за 3 миллиона. Хотя верил. Но моя вера, это вот не в этих, то, что по бокам мы видели, а в центре. Вот, израненный, ограбленный. Может быть, по своей вине, в чем-то. Это не имеет большого значения. но я должен для этого человека стать ближним. Не для идеального человека, которому мне хотелось бы. Кому я хотел бы стать ближним? Вот ты сейчас думаешь, вот кому я хотел бы стать ближним? Вот если бы там, например, Карла Густава избили, я бы пошел ему на помощь. Вот думаем вот о каких-то людях, вот помощь, которым это бы героизмом было для нас. А тут какой-то вот ни вида, ни величия, ни славы великой. Но именно это и есть настоящая любовь. Настоящая любовь. И Иисус так хотел, чтобы наши глаза открылись, чтобы мы от этих второстепенных разборок друг с другом прав, не прав, как надо, как не надо, перешли к жизни. Не к этим умственным концепциям, к жизни. А в жизни мы видим столько людей, которые нуждаются просто в маленькой любви. Не в правильных, на зиданиях часто. И они нужны, но чаще всего нужно просто проявлению любви. Без любви люди и слушат и часто ничего не хотят. Я думаю, в этом проблема часто в нашей проповеди. Мы приходим к нашим близким, родным, коллегам с списком правильных слов. Что им надо сделать, что они должны сделать, что им необходимо, чтобы там спастись, пойти на небо после смерти. Мы знаем это все. А им чаще всего нужна просто любовь. Прояви любовь. И люди примут твои слова. А без любви твои слова это медвенящие или кимвал звучащие. Звона от современного христианского мира очень много. Звучных, мощных проповедей очень много. Да полный ютуб всех проповедей смотреть невозможно просто. Потому что мы стали настолько мастерами в красивых словах, в правильных изречениях. Зажигать зал мы называем это Божьим присутствием. Но для меня Божье присутствие это там, где любовь. Потому что мой Бог есть любовь. А любовь она вот там. Когда ты просто видишь обычных людей с обычными бытовыми проблемами и тебе не все равно. Ты идешь и проявляешь эту любовь. Ибо твоя вера действует любовью. Любовью.